Я рад вас всех приветствовать. С вами Равин Бенцион Ласкин из Нью-Йорка. Напишите, пожалуйста, в комментариях, откуда вы, с какого города. У нас сегодня, всем шалом, и что вы меня хорошо слышите также, у нас сегодня очень важный урок, очень важную тему. Недельная глава Ре-Э. Но тема, которую я хочу раскрыть, в эту недельную главу, это тема, одна из главных концепций учения хасидизма, учения Капалы, что мир – это наше зеркало. Именно так. А как это понять, что те люди, кто тебя больше всего раздражает в этой жизни, это именно являются твоим зеркалом? И эта глубочайшая идея является основой учения хасидизма и Капалы. Мы сегодня поговорим. Мы поговорим, как это может помочь нам бороться с проблемами, с людьми, которые нас раздражают. Как эта вообще концепция работает, и мы поймем недельную главу Торы, главу Ре-Э с Божьей помощью. Так что я вас всех приглашаю присоединяться, пишите ваши вопросы в моем эфире. И давайте начнем с момента из недельной главы Торы. Глава Тора Ре-Э означает «Зрение», «Видит», «Смотри». Там говорится о птице, которая является некошерной. Да, кажется, ничего тут общего с идеей зеркала и так далее нет. Но посмотрите, очень интересно. Есть птица, называется она Раа. Раа – это коршун. И Раа – это коршун, является некошерной. И объясняет еврейский Талмуд очень интересную вещь по этому поводу, что эта птица Раа это от слова Ре-Ия. Ее название от слова Ре-Ия – это «Зрение». Почему коршун назван на иврите? Кстати, у него были три названия Ая, Дая и Раа. Вот это название, которое используется именно в нашей недельной главе Раа, это означает «Зрение». И пишет Алмуд, когда эта птица находилась в Вавилоне, она могла смотреть на Израиль и увидеть там пады. И из-за этого, объясняет Алмуд, эта птица некошерная. Потому что каждое некошерное животное или птица имеет в себе какое-то качество, которое делает его некошерным. И если я буду его есть, она может передать мне вот это качество. Но говорят мудрецы на минуточку, если коршун имеет такое потрясающее зрение, что находясь в Вавилоне, он может видеть падаль в Израиле, это же потрясающе. Чем плохого иметь хорошее зрение? Мы все мечтаем иметь хорошее зрение. Но объясняет любавческий рэб и следующее объяснение. Если коршун находится в Вавилоне, и все, что он видит в стране Израиля, это падаль, это негатив, и ничего другого. Он смотрит на святую землю, землю Израиля, и все, что он видит там, это негатив, значит, он сам некошерный. И вот этот важнейший урок является одной из основ в жизни. Во-первых, тут есть два момента. Первый, на простом боле уровня, это то осознание, что когда ты приходишь и ты видишь только негативное в других людях, то этот негатив находится, в первую очередь, где? В самом себе. И объясняет большим, там еще глубже, что все в этом мире – это зеркало, все в этом мире – это вибрация. То есть мы, наше состояние внутреннее, наши сердца – это художники, как писал Борг, пишется в учении хазизма, сердце – это художник миров, который рисует все миры. И от нашего состояния внизу, от нашего состояния внизу, происходит, мы меняем состояние на верху, на верхних мирах, и от этого спускается сюда вниз. То есть когда человек находится в страхе, это заблокирует все каналы на небе, и это приводит проблемы внизу в этой жизни и так далее. Но объясняет Каббала, объясняет великий большинство, что когда мы находимся в вибрации, в состоянии, мы хотим знать, какое наше искреннее состояние, мы хотим знать, а кто я действительно, кем я действительно являюсь. Я хочу познать себя. Сейчас, себя познать – это непростая вещь. По простой причине. Потому что сам человек любит кого больше всех, скажите. Кого мы больше всех любим? Самого себя. Так как человек больше всех любит самого себя, он не может быть себе объективен. Если ты хочешь увидеть грязное лице, то ты возьмешь зеркало и посмотришь. И ты его сразу видишь. А если ты хочешь узнать свое духовное состояние, человека, то это с помощью того человека, который тебя больше всех раздражает. Именно тот человек, который тебя больше всех раздражает, он и является твоим зеркалом. Потому что все наше окружение, все, что с нами происходит, слушайте внимательно, это действительно отражение внутреннего состояния человека. У нас тут внутри есть прожектор. И все, что вокруг тебя происходит, это проекция твоего внутреннего состояния. Так объясняет великий Большинтов. Когда женщина пришла к любопическому Рэбе и сказала ему Рэбе, я стала религиозной, мой муж нет. И у нас на эту тему есть большие очень споры, проблемы дома. Что делать? Говорит ей любопческий Рэбе, ваш муж – это ваше зеркало. Я думаю, ну как это может быть, что он мое зеркало? Я же религиозная. А он нет. На что он и отвечает? Значит, у вас есть вопросы к Богу, на которые вы еще не ответили. И ваш муж является отражением вашего состояния. Пока вы не ответите на ваши вопросы, ничего у него не поменяется. И вот представьте себе, вы едите в машине, и вы слушаете музыку в радио. Вам она не нравится. Или там ведущий говорит какие-то вещи, которые вам не нравятся. У вас есть два варианта. Или вы можете кричать на ведущего, звонить в радио, бить тапкой это радио, ломать радио. Это возможность. Есть такая опция. Или вы вместо этого можете просто-напросто поменять стенсию. И все на этом. То есть самое в нашей жизни. Заметьте, что в вашей жизни даже люди иногда разводятся, меняют работы, меняют города, уезжают. Но этот же вид проблем их преследует. Этот же вид типаж людей их преследует. Почему? Потому что эти люди и эти проблемы являются отражением чего-то еще не решенного в этой жизни человека. И пока ты не сознаешь, что это человек, это проблема, это мое зеркало, моего духовного состояния. И пока я это не очищу, не изменю, ничего не изменится, мы дальше не можем двигаться. Это называется изменение вибрации, изменение радиостанции. И есть потрясающая история. Мы сейчас находим, во-первых, тут вижу, там пишут людям шалом из Литвы, и шалом Леся, и шалом Зоя, и шалом Раиса из Бостона, из Нью-Джерси, и Полина из Бостона. Всех рад очень видеть. И действительно, есть интересная очень история о великом рабе Шмоль Мункес. Рабе Шмоль Мункес был очень яркий хасид, великого алтараба, но он был, как вам сказать, с очень острым умом. И однажды, перед Новым Годом, вот мы уже поближаемся к этому времени, перед Рушашаной, когда все евреи уже идут на молитву слихот, молитву прощения, перед Новым Годом заходит равен, макет. Это были проповедник, который давал, пробуждал народ служить Богу, но этот проповедник, этот макет заходит в синагогу и начинает их всех так катековать. «Вы такие страшные люди! Вы страшные грешники! Вы будете сожжены в аду!» Люди все вышли после этой многочасовой речи, всем было плохо, всех тошнило, хотели уже, не знали, куда себя деть, им было стыдно, но Рабшмой Леон Мункесу это зрелище не понравилось. И Рабшмой, что он делает? Ночью, в субботу вечером, закончилась суббота, Моцей Шаббат, все евреи ночью ходили на молитву слиху, молитву о прощении неделя перед Рошашиной. И подходит Рабшмой, и будет ночью нашего Рабина, стучит ему в дверь, тот открывает, и наш Рабшмой находится с огромным мечом. Рабин говорит, Рабшмой, почему вы держите меч, что произошло? Рабе, я вам расскажу. Я сегодня, в нашем местечке есть такая проблема. Вы знаете, все евреи до Нового Года, они едут в разные местечки, и там есть у них могилы, около них, праведников великих. И они молятся у могилы этого праведника, чтобы он спас и помиловал, и попросил Всевышнего Милосердия, послал им хороший Новый Год. А наше местечко так далеко от всех, что у нас нету ни одной могилы настоящего праведника. И нам некого попросить за нас помолиться. Но вы знаете, Рабе, я сегодня слушал вашу речь, и я осознал, наконец-то пришел к нам настоящий праведник, наш Кохот. И наконец-то будет нам всем спасение. И он так приближается с этим мечом, знаете, все ближе и ближе. И говорит ему, ну что, Рабе, вы будете наш праведник, у нас в этом году будет могила настоящего праведника. И мы все перед Русашиной сможем так молиться, так сильно. А вы за нас будете там на небе молиться. Тому стало нежгит, тому стало плохо. И Раб Шмолок ему все ближе и ближе подходит с этим мечом. О чем вы говорите? Какой я вообще праведник? Вы знаете, когда мне было 5 лет, я там сел что-то там, и думаю, о чем вы говорите? Когда он был 13 лет, он говорит ему, на своей больнице там что-то ощипься. Это вообще не считается. Когда там было мне 17 лет, я сделал какой-то грех. Слушайте, до 5 грехов мы вообще даже не начинаем считать, говорит ему Раб Шмоль. И вот так все это продолжается. И вдруг он все ближе и ближе подходит к нему с этим мечом. Тогда ему становится плохо. И вдруг тот раввин говорит, я сделал этот грех. И я такой страшный грешник. Я тут согрешил, это согрешил, это я сделал. А тут я вообще грешил. И два часа он рассказывает все эти страшные грехи. И Раб Шмоль ему говорит, если вы такой грешник, то по какому праву вы могли так критиковать людей, так забирать от них желание даже жить? По какому праву? И он сделал раскаяние, он изменился. Но мне к вам один простой вопрос. Раб Шмоль пришел к этому раввину с четким диагнозом. Он уже имел в руках свой меч, он уже знал, с кем он имеет дело. А откуда был такой четкий диагноз у Раб Шмоль? Что он грешник? Откуда? Но ответ следующий. Когда ты находишься в Вавилоне и все, что ты видишь в Израиле, в Святой Земле, где да, есть проблема, это Святая Земля, все там видишь, это падает, значит, ты сам не кошерный. Равин приходит в Новую Синагогу. Все, что он видит, это негатив. Значит, этот негатив сам в нем сидит. Он и есть отражение, он и есть зеркало. Это все люди, все негативы, которые он видел, было зеркало его личного состояния человека. И тут я хочу сказать, что мы с вами тут приходим к двум важнейшим концепциям. Представьте себе две вещи. Вот те люди, кто вас больше раздражает. У нас 50 человек в комнате. И кто-то что-то сделал, вас это не раздражает, а меня безумно раздражает. Почему меня это раздражает, а вас нет? По какой причине? Потому что это означает, что у меня сидит это и является моим зеркалом. Сейчас смотрите. Когда я говорю зеркало, люди немножко в дно лоба, ну как можно сказать зеркало, если там, не знаю, муж бьет свою жену, не дай того. Или там, я не знаю, что там, что жена является зеркалом того мужа, который бьет. Я вам скажу, у меня была практика. Я гравин, лайф-коуч, у меня люди приходят постоянно на консультации. У меня была женщина на консультации. Это вообще была уникальная история. Она пришла ко мне вся накачанная. И я как бы с ней заговорил на эту тему. Она пришла ко мне, потому что у нее была большая боль. У нее были три отношения с мужьями. И все были абьюзив. То есть все были, как сказать, это, ну, не то, что били, но все были нездоровые отношения и над ней издевались, к сожалению. И она ко мне пришла за помощью. И вдруг вижу, что она накачана. Говорю, почему, что вы занимаетесь спортом официально, как бы профессионально? Нет, нет. А это почему? Это чтобы набить свою маму. Я был немножко в шоке от этих слов. И она продолжает. Там оказывается, что когда было там ей пять лет, ее мама очень сильно ее била. Просто била, издевалась. И она сказала, моя мама была ко мне, как сказать, издевалась надо мной. Я говорю, это неправда. Говорю, как-то неправда. Вы мне не верите? Я говорю, нет, я вам верю. Но вы должны понять. Мама вас удояла. Мама вам говорила плохие слова. Все может быть. По тысячу раз все может быть. Но как только вы говорите, вы создаете историю, он издевался надо мною, она там, то вы уже создаете эту определенную историю. И как видно, когда вам было пять или шесть лет, и ваша мама вас ударила, вы создали историю, вы стали жертвой, несчастной. И когда мы создаем эту программу в нашем подсознании, все. Всю жизнь вы будете сейчас привлекать в свою жизнь только тех людей, будут вам доказывать, что ваша программа правильная, что вы действительно ничего не достойны, вы действительно жертва и так далее, и так далее. Из-за этого, во-первых, вы заблокировали свою маму, отношения с мамой, никогда не дали им произойти. Как только она вас ударила, вы создали программу, что вы жертва, и вы закрылись, никогда не дали вашему отношению произойти. И все отношения в вашей дальнейшей, в вашей взрослой жизни вы привлекаете именно тот вид людей, который будет вам доказывать, что вы ничего не достойны. Вы не верите, что вы достойны. И люди, которые вы привлекаете в вашу жизнь, будут зеркало этой веры, что вы ничего не достойны. И как говорится, что Всевышний, Всевышний – это наша тень. Как мы о себе думаем, как мы к себе относимся, так Бог может к нам относиться лучше, он не может. Запоминайте это тоже. И когда она это осознала, это была долгая работа, но в конце этого процесса она позвонила своей маме. Я ей сказал ей так. Вот той маме, которая хотела ее набить, помните? Сказала, или ты можешь, сказал ей, с мамой, или ты можешь быть правой, или ты можешь быть радостной. И то и то не пойдет. Ты решай, что ты предпочитаешь. И она ей позвонила, сказала, я извиняюсь, вместо того, чтобы убить, она сказала, я извиняюсь, что я, когда мне был там маленький возраст, я закрыла мои отношения с тобой, я никогда не дала эти шансы этим отношениям произойти. Мама зарыдала, заплакала. Они смогли, слава Богу, восстановить эти отношения. Это был долгий процесс. И после этого, через 3-4 месяца, у нее появился новый мужчина. Этот мужчина ее уважал. это был совершенно уже другой человек. Она такого типажа людей даже не привлекала раньше своей жизни. Потому что все начинается с внутреннего зеркала, внутреннее состояние человека. Мы должны осознать, что все, что происходит вокруг нас в данную секунду, это является отражением нашего внутреннего состояния. И когда мы хотим что-то изменить, надо менять именно изнутри. Из-за этого все, кто находится на моих лекциях, у нас большой курс «Кабыла и здоровье», эмоциональное очищение, то мы в этом курсе объясняем, что все основа большим понимания, что не может быть излечения человека, его здоровья, его состояния, без изменения эмоционального состояния души. И самая первая вещь, до этой эмоциональной очистки, это первая вещь, это осознание, что все является твоим зеркалом. И если ты сейчас видишь человека, который на 534 раз он опять сделал то, что ты не любишь, чтобы он это делал, он опять тебе это сделал, какая должна быть твоя реакция? Спасибо тебе всевышнее, что на 534 раз ты мне посылаешь опять это же зеркало, и ты от меня еще не устал. И вместо того, чтобы на него разозлиться, на него разгневаться, сказать большое спасибо Всевышнему за это зеркало и осознать, где оно находится, его очистить. И действительно, то, что мы делаем в нашем курсе, как было и здоровье, у нас уже 18 лекций, у людей действительно изменилось состояние здоровья, состояние их отношения с людьми, когда они говорили 20 лет, они изменили это зеркало и не заговорили. Когда ты меняешь изнутри, если это чистка, то меняется твой подсознание, очищает, и то, что мы учили в последней лекции, это было изменение личности, это меняет полностью все вокруг тебя. И это учил великий большинство. Помните, как тот раввин, который сказал, я хотел когда-то изменить весь мир, но я не смог, потом хотел изменить свой город, но тоже мне не удалось, хотел изменить там свою семью, своих друзей, но не пошло, свою семью не пошло, и сейчас на старых следах начал изменять себя. И если я это бы старался бы делать с самого начала, то он уже к концу жизни смог бы изменить весь мир. И тут есть два важных урока из этой недельной главы. Как говорит Большомтов, Вавилон это тот человек, который находится в путанице, который делает глупости, грешит. Израиль это святые люди, но когда человек-грешник смотрит на святого, он видит в нем только не кошерное, не плохое, потому что это является отражением его состояния. И тут есть два урока. Запомните слова Любарского Рэба. В нашей жизни попадают только два вида людей. Или те люди, которые пришли в этот мир, могли им помочь. Они пришли, чтобы я имел к ним чувство сожаления, и я мог им помочь в этой жизни. Или это люди пришли как зеркало, как сигнал, что я должен что-то изменить в себе. Люди являются или моим зеркалом, или являются тем людьми, которым я должен помочь в этой жизни. Других видов людей нет. Из-за этого первое сознание видит кого-то, кто вас раздражает, а не просто вам его жалко, он раздражает вас, значит, это отражение внутреннего состояния. Надо очищаться изнутри, как учит нас Кабала, надо менять себя, а вторая вещь, всегда, когда вы хотите критиковать другого человека, всегда, в первую очередь, начинайте, осознайте, где это у вас находится, и всегда начинайте похвалы. Сначала мы хвалим человека, как был шестой любопытный скребан, был так, ты ходишь по улице, тебе кто-то ударяет со всей силой, что ты сделаешь? Ты ему обратно ударишь, а когда человек в бане, его хорошо нагрели, его бьют этим, как называется, его бьют веником, он скажет спасибо большое, когда сначала нагревают человека, сначала ты его хвалишь, как ты за него волнуешься, как он тебе близок, и ты не критикуешь, чтобы просто его там показать, что ты прав, только тогда он сможет принять эту любовь, он сможет ее принять, всегда надо приходить смотреть хорошее в человеке, в первую очередь, осознать, что все вокруг нас, это вибрация, это осознание того, что это отражение зеркала нашего состояния, если вам не нравится ваше зеркало, поменяйте его, не бросайте тапку на зеркало, а тут поменяйте, и зеркало, изменится, мои дорогие, вот такой сегодня у нас урок в понедельной главе РЭЭ, я вам всем желаю всегда, чтобы мы видели вокруг себя только самое хорошее, самое великолепное, и это было настоящим зеркалом нашего с вами состояния, я вижу там Леся нам пишет спасибо вам за этот прекрасный курс лекций Каббала и здоровье, благодарю ему, я многое поняла, я начала больше изменения в себе, туда раба, спасибо Леся, я вас всех приглашаю на наши курсы, у нас есть тут группа на WhatsApp, и группа на Телеграме, записывайтесь, наши лекции происходят каждую неделю, по воскресеньям, в 8 часов вечера, по московскому времени, часть дня по Нью-Йоркскому, также по понедельникам вечером, в следующей неделе у нас будет во вторник большая лекция Каббала и астрология, знак Девы, так что я вас всех приглашаю, запишите в нашу группу по WhatsApp, по Телеграму, и спасибо тоже, я вижу, шифры нам пишут, ваши лекции замечательные, такие полезные знания мы получаем от вас, спасибо большое, тоже помогайте жить и служить Богу в радости, спасибо огромное вам шифра, мне пишет Влад, а есть запись в Ютубе Каббалы и здоровье, есть первая лекция, где я та же там касаюсь темы зеркала, на моем канале Ютуба Рабай Бенцион Ласкин, весь курс, 18 лекций, у людей, меняется у них жизнь, слава Богу, это духовный механизм изменения мира, я это делаю именно интерактивно, я работаю с людьми, люди раскрывают свои проблемы, мы их решаем вживую, из-за этого эти лекции только в прямом эфире, а не в записи, они происходят у меня дважды в неделю, я вас приглашаю присоединиться, и скоро начнется новый курс кабала и здоровья заново с Божьей помощью, вам спасибо всем, прошу всех, кто может, вот Юля напишет, как записаться, Юля, у вас есть наверху линк на WhatsApp-группу и Telegram, и там я выставляю линки на запись, на Zoom, и на все, пожалуйста, присоединитесь в наши группы, будем рады вас очень видеть, и всех наших зрителей. Ну что, мои дорогие, я вам всем очень благодарен, желаю вам, мои дорогие, всем вам благословения, всех благ, пожалуйста, поддерживайте наши уроки, чтобы вы могли продолжать упространять эти лекции все больше и больше, есть тут линк, на вознос тоже, на donation, и всем вам, мои дорогие, огромное, огромное спасибо. Спасибо.